Партия «Единая Россия» стала инициатором нескольких федеральных проектов. Благоустройство дворов, парковых зон и скверов – один из них. Администрация Котласа намерена принять участие в этом проекте, чтобы уже в 2017 году начать ремонт городских дворов, большинство которых в убогом состоянии. От того, как мы с вами все плодотворно поработаем, составив очень конкретные порядки, прозрачные, открытые, тем результативнее будет наша работа. Потому что надо, чтобы каждый горожанин понимал, знал, куда тратятся деньги и видел потом конечный результат. Финансирование проекта на 85% осуществляет федеральный бюджет, остальные средства – муниципальные. Но получить федеральные деньги не так просто. Нужно пройти сложную процедуру формирования проекта сметной документации. Участие в этом должны принять и жители города. Жильцы должны провести обследование дворовой территории, составить акт обследования, форму акта обследования, здесь есть приложение, составить дизайн-проект. Дизайн-проект делается проектной организацией. То есть мы тут изучали, то есть есть желающие. Если раньше муниципалитет делал работы на софинансирование, как было в прошлом году, это мы делали только заезд, и саму дворовую территорию 3,5 метра, то сейчас жителям в 2017 году удозволяется выводить работы. Выезды на дорогу, облагородить стояночные места, облагородить зону отдыха, тротуар, бордюрный камень, леерное ограждение – все, что пожелаете. Собственникам необходимо составить дизайн-проект своего двора. При этом одобрить его должны не менее 67% жильцов дома. Согласно положению, в минимальный перечень благоустройства дворов входит обустройство дворовых проездов, установка освещения, скамеек и урн. Вот сейчас у вас оригинальный вариант такой, поучаствовать в этом проекте, потому что вы не ТОС, вы никаких поддержек там не получали, денег, но вот сейчас мы будем говорить. Еще один федеральный проект, который инициировала «Единая Россия» – это программа развития театров в малых городах. Икотловский драмтеатр уже получил больше 4 миллионов рублей. Деньги пойдут на новые театральные постановки и новое техническое оборудование.